Украинцы теперь могут оформить паспорта, в Словакии и Чехии. Теперь еще в двух странах Европейского Союза, Словакии и Чехии, беженцы из Украины могут подать заявки на оформление, украинских паспортных документов. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции. В Братиславии и Праге в тестовом режиме начали работу, обособленные подразделения, ГП, документ. Посетить мобильно-технические комплексы «Паспортный сервис» можно по следующим адресам. В Братиславе, Млинской Неве 5А, 821-9 Братислава, 1 этаж, территория автовокзала. В Праге, на Месте Репаблики 656-8, 110-00, Стеирместа, Праха-1, на площадке ПТЦ Котва, ОС Котва. Украинцы могут получить следующие услуги. Оформление ID-карты или загранпаспорта, в том числе вместо утраченного или похищенного. Обмен ID-карты или загранпаспорта, в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию. Обмен паспорта образца, 1994 года на ID-карту, по желанию или в случае негодности. Одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты. Со следующей недели в указанных городах, станет доступна услуга обмена водительского удостоверения. Обслуживание граждан мобильными офисами производится с понедельника, по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Подать заявку на оформление паспортных документов, можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Оплата производится непосредственно на месте с помощью сервиса, онлайн оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе только смартфоны реквизиты банковской карты. Разделенные подразделения, ГП, документ, уже работают в четырех польских городах. В Варшаве, Гданьске, Кракове и Вроцлаве, а также в турецком Стамбуле. Напомним, украинским беженцам в Чехии упростили получение загранпаспортов и продление водительских удостоверений. На днях в стране приступили к работе, мобильные офисы миграционной службы. В Турции украинцы уже могут оформить загранпаспорта и ID-карты не только в консульствах. В Стамбуле начали работу, два мобильных офиса, ГП, документ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.